У нас есть пайф, это ранняя спаджиопосоль, она есть в фасовке 5000 и есть в крокет, но там 100000, но крокет будет мельче, поздний, я тоже так думал, ранний, поздний, у них всего разница 5 дней всего лишь, крокет, к примеру, первая зависть, ну, первый губик появляется, сегодня у нас 45 лет есть, и поэтому говорит, что там поздний, там сильно большая разница, там как бы я бы не сказал, грубо говоря, на 42-й день пайф начинает уже плотоносывать. Номер один в мире, в этом году у вас в Каховке, у нас 12 гектар, паша летали, вы его знаете, вы слышали, он на заморожке, у него у нас крокет, ну, тут как бы на весах видно, да, пайф, за счет того, что он ранее, он уже выполнился, да, это все с куста, то есть это реально с куста, 210 гг, крокет, за счет того, что он более поздний, видите, вот еще не выполнился, то есть им еще, грубо говоря, надо было 3, максимум 4 гектар. Значит, я, кстати, пробовал опять эту турусу к вашему семинару, она реально, сейчас я даже включу его видео, реально темный-соленый цвет, почему она номер один в мире сейчас? Теплицы москового, вот это поле там росло, значит, по густоте, есть два варианта густоты, которые нужно рекомендовать, значит, здесь густота 350 тысяч, и, ага, все, я понял, мы не увидим медиа, хорошо, ну, я могу запущать даже до 380 тысяч на гипсар, по урожайности, опять же, одна из самых урожайных, до 17-20 тонн она дает, то есть спаржа и фасоль, это фантастика, если брать обычную фасоль, к примеру, обычную фасоль, то она дает 4 тонн гектар, вот спаржа и фасоль, настоящий темный цвет, я переборщил уксуса, и, к сожалению, цвет ушел, но на самом деле, тут даже такого цвета я и не увидел, что его показать. Одной еще особенностью спаржи, ну, требуемых спаржей, есть такие, вы уже кушали, то как волокно такое, когда разряжаешь, и оно так, как бы болтает, ну, в общем, не совсем приятно, то на спаржах фасолях Клосс, это ваниль, то есть, поэтому, ну, реально, спаржа фасоли Клосс, это номер один во всем мире, Белоруссия, там, рынок России 45 тысяч тонн спаржи фасоли, в оборуженном мире, ну, то есть, конечно, если бы у нас были бы открыты границы, вот, то есть, есть иссощенные поля луком, морковью, капустой, где фермеры, ну, уже руки опускают, тут хорошая альтернатива для севооборота, ну, и, опять же, если бы был бы рынок хороший, поэтому спаржи фасоль, ну, смело рекомендуйте, то есть, на сороковый день сходов, можно уже начинать выбирать, это и свежий рынок, ну, если бы он на новую переработку. А на осень у нас уже? Еще раз? На осенью, на второго года? Значит, было две посадки, это май месяц, сейчас расскажу вам, где-то 15 мая, и вторая посадка была 25 июня, да. А позже? Не правда? Можно ее позже садить, то есть, с таким сентябрем, как у нас сейчас, то можно ее, чтобы она выходила в сентябрь, грубо говоря, он ее в августе уже, в конце всего, уже почистил, убрал, ну, ну, как бы ее можно. Кстати, ее можно садить и витюль. Какой вариант? Нет, я почему спрашиваю, под два оборота ее, первый или второй? Ну, по спаджи есть нюансы, чтобы вам было не куртить. Опять же, в плане опытности, мы тоже столкнулись на поле, сначала, опять же, новая культура, пока не уникнет, вот есть спаджи, грубо говоря, и тут висят бобы, на каждом ярусе, примерно, как на перце, есть там свое количество бобов. Ну, и тут завязывается, как бы, самая верхняя, там, часть, то, как цветет. А здесь уже бобы есть. Вот, то есть, сформировалась у вас уже одна спаржа, у вас есть 7, максимум 10 дней, для того, чтобы его брать. Иначе у вас будет просто фасоль на площадке. Вот и все. Вот, получается, фермер перестал уже кормить, ага, у него уже, собственно, спаржа пошла, поливать перестал, и ждал, чтобы кто-то дохотел, а тут уже начало переспевать. Поэтому, вот, быстренько поменяли питание, отдали воды хорошо, она здесь все заживалась, компания на меня зашел, убрал, и остался долго. Вот, цена в этом году, ну, в августе месяца, когда все было до 1 гривня, то нам по 8 гривен не было здорово. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.